Носить белые носки любят многие, и это вполне понятно, в сочетании с джинсами или светлыми брюками они смотрятся очень гармонично. Кроме того, человек, одевающий белые носки, нередко ассоциируется у окружающих с чистоплотностью и аккуратностью. Тем же, кто привык видеть этот предмет в своем гардеробе, очень хорошо знакома проблема отбеливания. В стирке носки белого цвета настолько капризны, что возникающее желание выбросить их и просто приобрести новую пару кажется вполне естественным и оправданным. Однако подобного рода расточительность далеко не каждому по карману, поэтому добросовестные хозяйки, а иногда и бережливые мужчины, прилагают массу усилий и тратят у ему времени на то, чтобы вернуть носкам их первоначальный вид. Немало и тех, кто попросту отказывается от белых носков, предпочитая изделия менее прихотливых оттенков. На самом деле, отстирать белые носки не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Современные средства для стирки, а также известные с давних пор народные методы, помогут вам забыть о трудностях отбеливания, сэкономят время и сохранят нервы. Основное правило в уходе за носками белого цвета – стирка после каждой носки. Надевать их несколько раз подряд не стоит, избавиться от пыли и пятен в этом случае будет очень сложно, если не невозможно. Каждый раз перед тем, как отправить носки в стиральную машину, замачивайте их в специально приготовленном растворе. В воду комнатной температуры добавьте борную кислоту из расчета 1 столовая ложка на литр воды и поместите туда носки на несколько часов. После такого замачивания прополощите носки и можете приступать к обычной стирке. Мощные пятновыводители, которыми сейчас пестрят прилавки магазинов, также можно использовать для отбеливания белых носков. Главное, что вам стоит запомнить – инструкция на этикетке пишется не для того, чтобы ею пренебрегали. Увеличивая дозировку средства, вы не добьетесь лучшего результата, поэтому четко следуйте всем указаниям. Единственное, что можно здесь добавить – если описанный способ применения предполагает замачивание, то отдавайте предпочтение теплой воде для лучшего проникновения отбеливателя в волокна. Ткани. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Не сбрасывайте со счетов старое доброе хозяйственное мыло, выбрав такое, на котором имеется пометка для выведения пятен. После носки застирайте запачканные места мылом и замочите в теплой, можно горячей воде на ночь. После такого замачивания носки, как правило, становятся белыми. Однако, если пятна отошли не до конца, намыльте носки еще раз и потрите их щеткой, после чего в случае необходимости постирайте в стиральной машине. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Смесь стирального порошка и средства для мытья посуды также поможет справиться с грязью на белых носках. Этот способ уже успели по достоинству оценить многие хозяйки. Тем не менее, решив испробовать его на собственном опыте, имейте в виду, что с такой смесью нужно быть крайне осторожным. Избегайте слишком большой ее концентрации в воде, иначе рискуете не отбелить носки, а потерять их, так как это средство очень сильное и способно разъедать ткань. Загляните на кухню. Наверняка в одном из шкафчиков, вы сами о том не догадываясь, храните прекрасное средство для удаления грязи с белых носков. Речь идет о горчице. Добавьте ее перед стиркой в барабан, примерно 50 грамм, или если носки очень грязные, нанесите прямо на проблемные места. Главное, не стирайте при высокой температуре. Максимум 40 градусов. В противном случае горчичный порошок сварится, и эффекта от таких манипуляций не будет никакого. Если вы предпочитаете хлопковые, а не синтетические белые носки, то можете воспользоваться методом, который на протяжении нескольких поколений использовали наши бабушки. В кипящую воду добавьте пару кусочков лимона и стиральный порошок, после чего поместите в раствор носки и прикипятите в течение 15 минут. При сильных загрязнениях можете добавить в воду пятновый водитель. После кипячения прополощите носки теплой водой. Шерстяные носки, так же как и синтетические, лучше не отбеливать подобным способом, в этом случае лучше подойдет обычное хозяйственное мыло. Как видите, способов вернуть белизну носкам существует достаточно много, поэтому при желании выглядеть опрятно несложно. Возьмите приведенные методы на вооружение, и вам не придется больше тратить драгоценные часы на мучительную борьбу за чистоту носков, которые в свою очередь прослужат вам долгое время. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.